Село Дубенское уютно расположилось на склоне двух холмов. Хотя точная дата его основания неизвестна, но стоит оно здесь как минимум 500 лет. За свою многовековую историю ни само село, ни его жители особой славы не сыскали. Известно лишь, что именно здесь, на территории Дубенского, был стан Ивана Грозного во время его похода на Казань. Вот, собственно, с тех пор Дубенское в масштабах России больше ничем и не прославилось. Но в начале 21 века о Дубенском заговорили. Сначала в масштабах Нижегородской области, а затем и в масштабах России. Славу селу принесло местное сельхозпредприятие и его руководитель. Это человек неутомимой энергией. Значит, в нем столько энергии молодому, как говорится, не занимать. И вот он является одним из руководителей, где можно поучиться. Самое главное, он отзывчивый, он никогда не отрицает, он всегда предлагает свою площадку для показа, для рассмотрения. А это очень ответственно. И, конечно, вот он является для нас, для всех нижегородцев, и кто Рыбина сегодня не знает, все знают, авторитетом. Николай Рыбин попал в Ватский район сразу после окончания Горьковского сельхозинститута. Ему еще в студенческие годы прочили большое будущее. На распределительной комиссии проректор Маргарита Николаевна Шабурова сказала, это будущий руководитель. Так и получилось. Агрономом по своей основной специальности он проработал всего 10 месяцев, шесть из которых его уговаривали возглавить совхоз Дубенский, одно из самых отстающих предприятий в районе. Уговорили. Мне пришлось начинать с укрепления дисциплины в хозяйстве. А дисциплина очень страдала в силу того, что руководители очень часто менялись. Это всегда позволяло людям вести себя больно. Ее нигде не было дисциплины. Люди могли на работу прийти, могли не прийти. Это считалось нормой. И даже никто не понимал, что существует определенная дисциплина. До Рыбина здесь за 10 лет поменялось 8 руководителей. Некоторые даже года не выдерживали. Уходили. Девятого назначенного сюда руководителя тоже поначалу всерьез никто не воспринимал. Но именно с его приходом, буквально с первых дней, начался подъем хозяйства. Вспоминают ветераны предприятия. Нормально-то жили. Начали жить при Николе Ивановиче. А там, ой, менялись без конца директората. Я уж и забыла, кто за кем и был. Николай Иванович прямо говорил, я сюда пришел пожизненно. Все, людям говорить нечего. Год от года стали повышаться надои, привесы. Люди стали получать деньги, 13-го, квартальный. Стали вообще верить Николаю Ивановичу. Идти за нем. Помню, как сейчас, что предыдущие два года были 7,5 центнеров с гектара урожайность. А в 81-й год, это 87,5, в 81-й, 5,5 центнеров. Я приступил к работе в 82-м году. И мы сразу поднимаемся в урожайность до 17,5 центнеров. 17,8 центнера с гектара. Это 82-й год. И мы пошли вверх. Едем с директором по улицам села. Он показывает на очередное здание и вспоминает. Это мы построили в 85-м году. Это в 89-м, это в 90-м, это в 91-м, в 95-м, 2000-м и так далее. По сути, здесь все построено им. Начиная от производственных помещений и заканчивая жильем. Даже те мосты, по которым, три моста, по которым мы проезжали, даже они построены при мне. И ваше. И мне. И мною, да. И по вашему проекту. И по моему проекту, да. Да. Даже над одним мостом мостовики смеялись очень долго. В самом деле, они когда посмотрели, из чего я делал опалубку, они умирали со смехом. Ну, смеси, не смеси, а мост уже 20 лет стоит и исправно служит. Но, конечно, главные перемены произошли в производстве. И в первую очередь в животноводстве. Здесь Рыбин перестроил все. И даже то, что он когда-то построил, сейчас уже планируется либо полностью реконструировать, либо строить заново. Поскольку пришло время переходить на новые технологии. Рыбина не останавливает никакой кризис. Никакие санкции. Если он решил, что это нужно сделать, то он найдет возможность реализовать задуманное. Вы знаете, я до того привыкла верить шефу. Вот он сказал, вот так вот будет. Значит, оно так и будет. По крайней мере, за все время, что я проработала здесь, так оно и было. Вернемся на 20 лет назад. 95-96 годы были, пожалуй, самыми тяжелыми для отечественного сельского хозяйства. В страну хлынул поток дешевого импортного продовольствия. 80% нижегородских сельхозпредприятий работали с убытком. Денег не хватало даже на зарплату. А Рыбин в это самое время начинает большую стройку. В 96-м году, даже в 95-м году, я понимаю, что если так будет продолжаться, то мы совсем рухнем. Я думаю, надо чем-то сделать встряску для людей. А чем можно сделать, если не строить? Начинаешь строить, люди начинают понимать, что хозяйство живет. Если строится, значит, хозяйство живет. Я строил этот двор в 95-м году. Мы его за один год построили, запустили в работу. И таким образом это дал толчок. Я понял, что даже в этих условиях можно развиваться. И приступаем к строительству еще одного двора. Этот двор впоследствии получил название двора по чешской технологии. Чешская она заключалась в том, что американцы в качестве подстилки в лежанках при беспризнанном содержании использовали песок. А чехи придумали глубокую подстилку на основе навоза подсушенного. Для этого в лежанке закладывался навоз и покрывался соломой. Корову его притрамбовывали, подравнивали. И потом подсыпали только лишь солому, а крова лежала, по сути дела, на перине. А навоз давал тепло? А навоз давал тепло. Он подогревался. И зимой, и летом были очень комфортные условия. И это привлекло к нам внимание. Все инновации, все начинались с Дубенского. Начнем беспризненное содержание? Начиналось с Дубенского. Доильные залы? Начиналось с Дубенского. Если по району братья, то Николай Иванович первый перешел со швейцкой породы на Черно-Пеструю. Корм производства? Да, корм производства опять у рыбина. Значит, какая-то новая техника, комбайны, корм уборочные, зерно уборочные, да любые машины. Это опять у рыбина. Новейшие технологии в заготовке кормов, это опять было все с рыбина. Начало двухтысячных. Редкий день обходится в Дубенском без делегаций. Сюда едут перенимать опыт со всей страны. Редкое совещание аграриев в Нижегородской области проходит без выезда в Дубенское. 176 делегаций один год у меня было в хозяйстве. Кормила Светлана Александровна в то время уже работала у меня в хозяйстве, главным обнотехником. И она уже буквально начала стонать о том, что так нельзя, Николай Иванович. И я понимал, что нельзя, но люди обращались, и мне было очень трудно отказать. Почему? Потому что где-то же они должны обучаться. Сегодня количество делегаций в Дубенское снизилось. Но по-прежнему нижегородские сельхозпредприятия продолжают равняться на это хозяйство. Практически на каждой встрече аграриев обязательно услышишь. Мы построили двор не хуже, чем у рыбина. У нас кукуруза в этом году выросла лучше, чем в Дубенском. А это значит, что Дубенское по-прежнему флагман отрасли. Он старается везде ездить по разным странам именно с точки зрения еще просмотра новых технологий. А что еще можно подчеркнуть? И реализация вот этих мыслях, идей, значит, пусть небольшим в чем-то, у него это совершается. Николай Иванович Рыбин все время в поиске, все время в пути, все время на колесах. Узнав, что где-то появилось что-то новое, современное, он может буквально в считанные минуты принять решение и поехать в любую точку страны или мира, изучать этот передовой опыт. Например, недавно мы ездили смотреть сушилки. Буквально за одни сутки было принято решение, подготовлены машины к поездке, в том числе до смены резины. И мы поехали в Тамбовскую область туда-обратно съездить, посмотреть английскую сушилку. Которая, на мой взгляд, самая оптимальная с точки зрения производительности, с точки зрения расхода энергии на сушку одного килограмма зерна. И мы такую сушилку, я уверен теперь, что мы ее обязательно порядком у себя поставим. Сельхозпредприятие Дубенское развивается как качественно, так и количественно. 2008 год стал очередным этапом такого развития. Руководитель хозяйства «Новый путь» того же Ватского района вместе с районным руководством обратились к Рыбину с просьбой взять это хозяйство под свое крыло. Он согласился. В первую очередь, чтобы помочь землякам, соседям. Чтобы спасти село Петлино. Мы бы не выжили одни без этого хозяйства. Мы бы не выжили. Да. Если бы нас отдали кому-то, у нас бы, как в других хозяйствах, ничего бы не было. Николай Иванович, как бы вдохнуло жизнь в наше село. Люди как бы навстречу идут, сейчас работают. Которые ходили, сейчас начинают возвращаться. И молодежь возвращается. А вот сейчас строим жилье. Если вот кто-то будет возможность, то вот действительно нормальные люди. То почему не дать? Почему останутся люди, будут работать? Зоотехник Петлинского отделения Марина Сорокина приехала сюда из Ивановской области. Знакомые подсказали, что в Дубенском ищут специалистов. И она поехала к Рыбину на собеседование. Мне дали новую квартиру. Двухкомнатную. Абсолютно новую. То есть это вот, может вы видели, там вот над магазином. В принципе, очень хорошее такое помещение. То есть полностью благоустроенное. Ну и, конечно же, развитие присоединенного хозяйства директор по традиции начал со строительства производственных помещений. Построили два животноводческих помещения. Отремонтировали склады. Значит, один склад, по сути дела, заново построили. В одном складу полы отремонтировали. Новый асфальт положили. Силостные траншеи реконструировали. То есть мы провели существенную работу. Обновились парк, сельскохозяйственные техники. Не успел он навести порядок в Петлине, как к нему вновь пришли ходоки. На этот раз из соседнего Арзамасского района. Ко мне подъехали жители с Арзамасского района, село Медынцево. И попросили меня, чтобы земли, а там уже в течение 15 лет поля не обрабатывались. И пашня стала зарастать лесами. Леса уже были толщиной где-то по 10 сантиметров примерно. Ну, по крайней мере, трактор уже через них проехать не мог. Они меня стали просить о том, чтобы я остальные поля, которые не заросли, распахал. Я их распахал, значит, по их просьбе. Ну, а потом подъехала администрация Арзамасского района. И, значит, с инициативой такой, что вот если вы, значит, не хотите, значит, официально их оформить, то мы у вас их заберем, а вас оштрафуем. Но мне пришлось присоединить официально. Но администрация Арзамасского района на этом не успокоилась. Сельхозпредприятий в районе много и далеко не все передовые, а тут в район пришел такой крепкий хозяйственник. Грех этим не воспользоваться. Тем более, что начальник районного сельхозуправления знал Рыбина еще со студенческой скамьи. Я стал его уговаривать, ну, как бы с выгодой для проекта взять у нас то, что ему понравится. В итоге выбор пал на хозяйство имени Чкалова. Некогда передовое, а на тот момент находящееся в состоянии банкротства, хозяйство уже несколько лет боролось за выживание. Ну, с банкротством, конечно, мы боролись упорно. Было у нас два конкурсных управляющих. Первый конкурсный управляющий, значит, у нас мало проработал. Приходит второй конкурсный управляющий, значит, у них срок три года. Продляет срок до четырех лет, и он с нами тоже бился-бился. Ну, почему-то вот наше упорство, что мы хотим не Чкалова, значит, поддержать, не уронить. И, значит, нам администрация Арзамасского района идет навстречу. И нам находит вот такого инвестора, как Рыбина Николая Ивановича. И опять возрождение хозяйства Рыбин начал со строительства. Реконструировали животноводческие помещения, приобрели племенной скот. Если бы вы вошли год назад вот в этот двор, например, вы просто бы сегодня удивились тому, что здесь на сегодня сделано. Конечно, Николай Иванович любит строить, умеет строить, значит. И первое, что задачу всегда он ставит, что надо на сегодня от тех условий, которые были, постепенно уходить. Мы никогда не работали в таких чистых, просторных, светлых помещениях. И для животных это очень хороший микроклимат. Температура регулируется, никакого тумана, никакого конденсата здесь нет. Животные чистые, сухие, им тепло, чисто, комфортно. Конечно же, Николай Иванович все просчитал. И эти вложения обязательно окупятся. И уже начинают окупаться. Ведь Дубенское и Чкалово сегодня вместе крупнейшие производители молока в Нижегородской области. Почти 40 тонн молока высшего сорта ежедневно. И теперь уже он диктует свои условия переработчикам. Ну, безусловно диктуем, да. Ну, конечно, это не всегда удается. Очень часто бывает в жизни так, что, когда приглашают работать, сотрудничать, обещают одни условия. Начинаем сотрудничать. Проходит полгода, и условие меняется в худшую сторону. Такие случаи были. Но в любом случае Дубенское всегда в приоритете. Им всегда лучшие предложения. И по цене, и по условиям оплаты. А так-то низко? Низковато. Вот так, да, вот на этот уровень. Мы пока рассказали лишь о производственной стороне вопроса. Но есть у Дубенского и еще одна задача. Социальная. Ведь это единственное предприятие на территории Дубенской сельской администрации, охватывающей 8 населенных пунктов. Подавляющее большинство местного населения работает здесь, в хозяйстве. Потому все социальные вопросы решаются при непосредственном участии директора. Во-первых, у нас с ними договора подряда. Они нам чистят дороги. У нас договор годовой. Потом мы всегда обращаемся весной по поводу техники ликвидации несанкционированных свалок. Да все, что угодно. Деревья там опилили, перетащить. В общем, вся техника – это СПК. Обслуживание пенсионеров по их прозвам – это все опять СПК. Лампочки повесите. То электрик – СПК. По договору. В общем, без СПК не будет села. Тамара Викторовна Рыбина – супруга Николая Ивановича. На мой вопрос, помогает или наоборот, мешает столь близкое родство в совместной работе, они, не сговариваясь, ответили, что давно уже научились разделять служебные отношения и семейные. Первое время трудно было. Первое время никак не получалось. А потом все это уже пришло в норму, и уже только Тамара Викторовна, и это ставит на место все. Вот когда по имени-отчеству обращаешься на работе, все становится отношение официальное, а не муж и жена. Поэтому первое время было нелегко. А потом со временем уже все привыкло, стал на свои места. И я выполняю официальный запрос главы администрации, а не жены. Я думаю, что когда мы приходим на работу, мы забываем, что мы родственники. И главная задача – дело делать то, которое положено. А дома стараемся о работе не говорить, потому что мы обязательно поссоримся. Пожалуй, такое отношение к работе со стороны супругов идет в первую очередь на пользу селу. Здесь по-прежнему строят жилье за счет хозяйства. В 2014 году начато строительство четырех новых домов. Конечно, мало, говорит Николай Иванович, надо больше строить. Но даже при этом население здесь с каждым годом прибавляется. А сельхозпредприятие Дубенское, как и в былые советские времена, продолжает развивать социальную сферу. Вот местный дом культуры. В свое время построенный на средства совхоза Дубенский. А потом за счет хозяйства реконструированной. Сегодня здесь, кроме традиционных хоровых, танцевальных кружков, действует цирковая студия, куда приезжают заниматься дети даже из районного центра. Первому, к кому я обращаюсь, это, конечно же, Николаю Ивановичу. Он никогда не отказывает, всегда помогает. При выезде на международные конкурсы, фестивали, областные, всероссийские, Николай Иванович самый первый помощник. Он никогда не отказывается, помогает. Выделяет средства для пошива костюмов. Школа, в которой эти дети учатся, тоже была построена за счет хозяйства. Причем такого оснащения в то время не было даже в городских школах. Мы буквально напичкали оборудование. Десять компьютеров купили. Класс для... Это в 86-м году? Да, в 86-м году, да. Корветы были. В сельской школе было уже десять компьютеров. Десять компьютеров было, да. Тренажер для родителей купили. Тренажер. В свою очередь, школа является главной кузницей кадров для местного сельхозпредприятия. Занятия здесь обязательно адаптируются под местные условия. Приводятся примеры из жизни хозяйства. Какие автомобили у нас с вами в СПК ездят на этих газовых... Газели. Газели, ну ее так и назвали. Газели. То есть какие небольшие газели используют у нас для чего? Для перевозки грузов в основном, а семиместные как раз для перевозки людей. Мы приводим примеры. Мы делаем экскурсии на производство. Мы смотрим, где, как оборудовано рабочее место слесаря, токаря, тракториста и так далее. Многие наши ребятишки, в основном старшеклассники, летом, когда у них свободное время, работают в СПК. И, я бы сказал, зарабатывают приличные зарплаты там. Естественно, Николай Иванович щедро всех благодарит. Потом на линейке все это, я имею в виду, 1 сентября, традиционно на линейке все это отмечается. Николай Иванович сам лично каждому вручает, каждому ребенку, кто участвовал, вручает ценный приз, подарок какой-то памятный. Давайте зайдем в местный магазин. Особым спросом здесь пользуются местные же продукты. Хлеб, молоко, мясные полуфабрикаты – это все производит СПК «Дубенский». Хлеб свой у нас 16 рублей, молоко свое у нас очень вкусное и жирное – 25 рублей литров. Церковь Воскресения Христова – памятник истории и культуры 17 века. Рядом храм Кузьмы и Демьяна, 18 век. Он уже реставрируется, опять же, за счет хозяйства. А теперь Рыбин планирует восстановить и старинный храм вместе с колокольней. «Мой главный план – сохранить село», – говорит Рыбин. А сделать это можно только за счет очень мощного сельхозпроизводства. Потому он делает все, чтобы производство развивалось. 2,5% сельскохозяйственной продукции Нижегородской области. Цифра более чем существенная. Не случайно уже 20 лет на Дубенской равняются все сельхозпредприятия Нижегородской области. Но главное – сегодня своим селом и своим хозяйством гордятся все местные жители. У нас вообще в деревне это очень модно. Идет уборочная, утром спрашивают, сколько намолотили вчера, сколько гектаров осталось, особенно пенсионеры. Я нынешний год была на экскурсии на ферме. Я давно там не была. Но, извините, я вначале встала как столб, потому что я давно не была. Я не знала изменений. Я знала, что там меняется, но такого изменения я не могла предположить. И я очень радуюсь за свое село, что оно еще стоит на карте нашей Родины. Я очень радуюсь. И я благодарю Николаю Ивановичу за все это. Я думаю, что мы, несмотря на любую ситуацию, которая складывается вокруг нас, мы будем пахать, сеять, убирать. Он всю свою жизнь пашет, сеет, убирает, поскольку он настоящий крестьянин, настоящий патриот этой земли, на которую он приехал 33 года назад и остался здесь на всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok